Что есть видовое питание для человека? Мы не травоядные, нет, конечно, нет. У нас совершенно другое строение, понятно, желудок не многокамерный, прочее, прочее, всё ясно. Человек не плотоядный, то есть не мясоядный. Человек никакой не всеядный, потому что всё полезло, что в рот полезло, это ничего, ни о чём не говорит. Есть другая категория, другая группа, про которую почему-то никто не говорит, это плодоядное. Мы плодоядные существа. Что такое плоды? Плоды – это концентрированная энергия Солнца. Растения трансформировали первичную энергию Солнца в энергию химических связей, в построении сложных химических органических соединений, такие как же рыбелки и углеводы, которые есть в теле каждого растения. А больше всего их, конечно, накапливается в их концентрированном виде в плодах, корнеплодах и так далее, в стеблях, смотря какие растения. Так вот, это и потребляют те животные, которые в экологии как науки, называются консументами, то есть потребителями. Если все растения являются продуцентами в биологии, в экологии, то есть те, кто образуют первичную биомассу в биосфере, первичное вещество, на котором вся система, вся планета живёт, это и есть первичная, самая лучшая, самая чистая, самая концентрированная энергия. Потом ей питаются консументы первого порядка, то есть потребители. Те, кто едят листву, плоды, то есть там от обезьян, от приматов, да там, сами знаете, жирафов, там слонов, не важно. Кстати, самые крупные, сильные животные, самые выносливые, они, естественно, те, кто едят растительную пищу. Да, в природе, в критической ситуации некоторые виды могут питаться несвойственной им пищей, но в этом случае они будут болеть, они будут иметь определённые проблемы и меньше жить. Естественно. Плоды есть вершины, концентрат не только энергии Солнца, но и минералов Земли. В ягодах это тоже плоды, правда, лесные, особенно самые полезные ягоды. Там накапливается гигантское количество ценнейших минералов, которых, к сожалению, уже нет на полях, потому что оттуда микроэлементы выкачали давно, и их туда не вносят искусственно. Туда вносят нитрофоск, азот, фосфор, калий, а кремний, который необходим для того, чтобы кальций из костей не вымывался крем нигде, его нету там в почве, нету практически современной, так сказать, в десятки раз меньше. И ещё кто-то говорит, ну вот переходит на питание вроде правильное, живое, растительное, а всё равно есть проблемы. Но, во-первых, на то есть тоже определённые причины. Да, я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто ещё не подписался, и не забыть нажать на колокольчик. Нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео, и не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам, ну если, конечно, вы сочтёте это нужным. Я рекомендую. Дальше разбираемся, что такое живое питание. Чайник кто-нибудь кипятил из вас, да, скажет, все кипятили. Там осадок выпадает. Ну, я только сразу скажу, если вода не дистиллированная, не после обратного осмоса, вы скажете, да, конечно, мучаемся. Вопрос к вам, почему образуется осадок? Вода была чистая, вот пусть в графине постоит вода. Сутки будет осадок? Нет, скипятите, будет осадок? Будет. Выпали, изменилась их структура каким-то образом, ну, наверное, да, конфигурация молекул. Что бы там ни было, в какой форме бы минералы не существовали бы в воде растворённой, либо в коллоидном растворе, либо, так сказать, между молекулами воды, да, они могли быть в органической форме, в неорганической. А я подчеркну, кто-то ещё умничает. Есть такие люди, которые вообще ничего не понимают, но хотят выдавать желаемые заследования. Какой кальций органический, например? А я говорю, дорогие друзья, вот есть карбонат, а сульфат, а есть органит кальция, например, да? Вот это органическая форма. А органическая, в яйце, например, в скорлупе. Да, пока вы его не сварили. Так вода образует осадок, если её вскипятить. Значит, минералы выпали в осадок. Теперь внимание, вот эти неорганические минералы не могут усвоиться организмом человека, более того, никакого животного на нашей планете. А только корневой системой растений, которая перестраивает вместе с микоризами грибов, это сложные симбиозы, в органическую уже форму минерал переходит в теле растения. Растение трансформирует его в иную структуру. Но если мы сварим растение, скажите мне, что будет? Чудо произойдёт, будут незыблемо соблюдаться законы природы. Но если в воде вы видели своими глазами осадок, то только аморфная уже размягчённая структура клеток, она всё-таки не даёт выпадать, так сказать, этому осадку на дно. Ну там же произошло то же самое. Никаких минералов вы не получите. Никаких изварённой пищи вы не можете получить минералы, потому что они разрушены, они пришли в неусвояемую форму, в неорганическую форму. Всё, не бывает по-другому. Сантехник любой скажет, 65 градусов, всё, минералы нельзя в трубы наливать. Надо туда либо химические, там, типа тасола, либо дистиллированную воду. Или, говорят, если вода обычная, скважина, где кальция много и там других минералов, то обязательно надо, так сказать, что делать? 60 градусов, не больше. Потому что всё закольцуется, всё у вас, прокладки будут твердеть. Правильно, сантехник это знает. Но то, что сантехник приходит вечером домой, варёные, так сказать, жареные. И это он уже не думает, что он съел те же минералы, а потом артриты, артрозы. Ну, конечно, у них другие причины. Например, подагра. Знаете, что такое подагра? Накопление солей, урата, натрия. Это варёные, жареные белки, азот. Пожалуйста, мясо не ешься, не будет подагры. Ну, не только мясо, там, молока, прочего, белков, животных. Живое питание – это когда клетка не уничтожена температурой. Что это значит? Очень просто всё. До 50 уничтожаются, разрушаются все ферменты. Зачем нужны ферменты в живой пище? Вот помидор, огурец, так сказать, там везде есть в клетках такие органеллы-лизосомы. В них есть, в этих органеллах, свои клеточные ферменты, которые могут при определённых обстоятельствах, например, когда вы кусаете яблоко, вы разрушаете миллионы клеток, выливаются там же ферменты, и начинается уникальный процесс. Аутолиз он называется, или автолиз. Ну, его описал академик Уголев. Он всего лишь просто констатировал законы природы. Включается механизм, когда энергии извне, ваших ферментов не тратится практически. А продукт еденный, живой, яблоко, неважно, что персик, это самопереваривание, саморастворение, и вам столько энергии даётся, но если вы это яблоко потушите, оно уже не 15 минут в вас будет находиться, как сырое, живое, а оно будет уже 6 часов гнить в вас. Но это яблоко. Мясо же до 3 суток. Да, как же, наш же кишечник, извините меня. Он не как у хищников. Коротенький. Сразу вышло всё, так сказать, нет. Он, конечно, не как у травоядных, но он абсолютно длинный достаточно. Извините меня, там такое гниение идёт. Вот смотрите, 70 градусов, что происходит? С 70 и выше начинается полная и необратимая денатурация белков. Вот самые любимые белки, пришли к ней, к этой теме. Вообще-то я вам скажу, что ферменты и витамины, и гормоны, это тоже белки. Основа там азот, это тоже белковые соединения, но высокомолекулярные белки разрушаются при 70 и выше полностью. То есть, есть такое понятие в биологии. Полная и необратимая денатурация. Это утеря природных свойств, способностей живой клетки, к делению, размножению, к жизни вообще. ДНК плавится. Всё, жизнь невозможна. Куриное яйцо сваренное, взятое из-под несушки, положенное обратно, живым уже не станет, зародыш не будет развиваться, и цыплёнок не выклюнется. А вы что хотите, чтобы у вас в организме, так сказать, абракадабра произошла, и из неживого живое было? Ну, так я расстрою или обрадую. Вы только потому живы, когда кто ест варёную мёртвую пищу, особенно белковую, только потому, что вас спасают, подчёркиваю, патогенные бактерии, которых сейчас тысячи видов, в миллиардных, триллионных количествах у каждого в кишечнике, в тонком и в толстом. Они поедают эту пищу, но, правда, выделяют в нас токсины, шлаки, которые нас травят, но не так сильно. Мы бы просто погибли от такой пищи сразу, если бы не работало это. К сожалению и к счастью, система – часть нашего внутреннего мира, но не симбиотического родного, полезного, а патогенного, потому что они всё равно гадят в нас своими токсинами. Вот в природе, возьмём близких к нам, высших млекопитающих животных, никаких сахарного диабета, инсультов, инфарктов, муковисцидоза, так сказать, ревматоидного артрита, что вы хотите, перечислите, этого нету. Но если мы берём этих животных, собак, кошек, кормим их варёной пищей со своего стола, у них есть, но диких нет этого. И не будет, потому что они живут в гармонии природы. В природе ничего не может быть ненормального, неправильного. Животное ногу сломать может, со скалы упасть может, покалечиться. Тогда его съедят, прочее, чтобы оно не гнило, не заражало инфекциями и прочее. То есть хищники – это уязвимая маленькая группа животных, на подъедках, которая лежит. Кстати, почему хищник не может долго бежать? Почему хищник быстро устает, в отличие от тех жертв, на кого охотятся? Потому что у него меньше энергии, он же получает в третьем поколении, в третьем звене, энергию, переработанную растениями, правда ведь? Так он и ущербный. Законы природы незыблемы, мы плодоядные. А это значит, мы не ущербные, а значит, мы самое высшее звено как раз. Итак, незаменимые аминокислоты. Рассказываю вам притчу. Когда-то в конце 19 века собрались умные ученые, решили, надо все систематизировать. Ну, ботанику систематизировали, то-се, физиологию тоже надо. И вот создали, так сказать, таблицу, а то люди раньше не знали, чем питаться, ну, идиотами же жили, они лучше знают, они решили научить. Создали теорию сбалансированного питания. И смотрят, аминокислот столько-то. Насчитали их тогда, по-моему, 22, сейчас уже там 26. И посчитали 8 незаменимых. Почему? Потому что они только в бюштексах. В кусках мяса, в мышечных тканях животных только есть. Значит, соответственно, они сделали вывод, что поскольку там все 8, и только в мясе есть все 8 вместе, я подчеркиваю, им, например, было наплевать, что в кедровых орехах из 8-7, то есть в куче продуктов растительных, 5-6-7 незаменимых, или из общего количества 26-ти, 18-19. То есть съешь 5 растений и получишь свои любимые незаменимые и заменимые аминокислоты. Но нет же, себя надо милых оправдать. Это такая психология человека. И с этих пор уже 130-140 лет мы живем и учимся по табличкам. Правда, недавно совсем убрали из табличек дозу белка. Ее снизили не в 2 раза, а в 10. О чем это говорит? О некомпетентности говорит. А почему эти товарищи убрали тот факт, что там, ну, 2 трети планеты 140 лет назад было веганами, вегетарианцами и так далее. Это не ели, не все. И как-то жили, причем дольше, лучше и так далее, чем те, кто потреблял. Друзья мои, вот если вы даже съели растительные белки, вы что думаете, они усвоятся у вас? Я уж про мясо не говорю, да? Не, не усвоятся. Почему? А потому что белки должны сначала в желудке, а потом в 12-перстной кишке. Это следующий отдел пищеварительной системы, первый отдел тонкой кишки. Вот там должны все белки полностью доперевариться ферментами, кислотой соляной, понятно, так сказать, и пепсином, ферментом желудочного сока. Потом в 12-перстной кишке чем? Трепсином. Белки я имею в виду, это фермент такой, который выделяет поджелудочная железа. Значит, усиливается это, катализируется реакция желчью, которая вырабатывает печень, да? И происходит следующее. Если растительные белки, они очень простые, они находятся в соединении с углеводами либо с жирами, то есть это гликопротеиды, липопротеиды, да? Это другая форма белков. А извините меня, то, что у нас с вами накоплено в мышцах наших, или мышцы бедной съеденной коровы убитой, или там кролика, или кого угодно, то там находятся белки, которые состоят из нескольких миллионов мономеров, то есть аминокислотных звеньев, это кирпичиков, с которых состоит белковая стена, так сказать, да, молекула белковая. Так вот, я вам хочу сказать такую вещь, что никогда ни соляной кислоты желудка, ни пепсина желудочного сока, ни трепсина фермента поджелудочной железы не хватит, чтобы расщепить, ну, как минимум, до 40% цельных белков, они поступят в тонкий кишечник и всосутся в нём, в кровь, а там всасываются все питательные вещества, ещё есть, кстати, пристеночное пищеварение самой тонкой кишки, которое тоже раньше не учитывали. Раньше нас как учили? А, в желудок он всё переваривает и так далее, с башкой не дружит. То есть там пищеварение очень сложная система, очень, я её подробно, где каждый шаг, каждое звено нам показывает с точки зрения биохимии, что человек не является никаким всеядным, я уж не говорю про мясоедение, потому что даже желудочный сок железистой клетки не во всём желудке вырабатывают кислоту, а в районе привратника, где уже переходит в 12-перстную кишку, вообще щелочная среда уже. Белок всасывается в тонком кишечнике, цельный. Всё! Для организма человека животный белок и вообще любой высокомолекулярный белок является антигеном. Это значит, если в организм попадёт вирус, это высокомолекулярный белок. Он будет восприниматься как антиген иммунной системы. Вирус, грибок, бактерии, белок животный, вот, например, тоже антиген. Что происходит? Иммунная система печатает лейкоциты, фагоциты, макрофаги, то есть различные клетки иммунные, смотря где в крови, в тканях, там свои клетки везде. И они ловят, находят эти антигены и всегда, как бы вы ни хотели, вот как бы в истерике любой академик толстый не бился бы, всё равно природа будет делать так, она берёт. И вот эти макрофаги, эти фагоциты начинают поедать эти белковые молекулы и в результате они погибают. И что происходит? Вот, а знаете, что по латыни кадавер? Труп. И вот трупный яд вот этот образуется. И не только. Там многие виды токсинов, гнойные токсины, да? Это всё организм пытается как-то вывести. Но никогда, потому как природа не предусмотрела такое питание для нас. Тем более, мы питаемся вообще не мясом. Товарищи, мы питаемся-то даже не мясо, это алиуты мясо едят, режут там строганину. Одно дело, ещё одно, хотя это тоже неестественно, но мясо сырое или там, допустим, строганина, рыба. Другое дело, варёное, жареное, это вообще не мясо, это аморфные, уже видоизменённые образования бывших белковых тел. Всё, это уже никакое не мясо. Это извращение на палочке или без. А дальше происходит следующее. Всё-таки пища как-то переварилась. Потом работает кишечное, пристеночное пищеварение. Оказывается, тонкая кишка тоже выделяет ферменты свои. Свои, собственно, идёт уже на молекулярном уровне. И вот эти атомы, молекулы всасываются в кровь. Дальше идёт всё в печень. Печень строит собственные белки. Вот почему я вам говорю. Да хоть растительные вы белки ешьте, они у вас в организме до аминокислот разберутся, должны всосаться. Аминокислоты. Аминокислоты не будут являться антигенами. Они поступят в печень, а печень будет синтезировать в каждую клеточку поступит аминокислоты и будут синтез идти в рибосомах тех белков, которые нужны в данный момент времени, в данном органе, в данной ткани, в данных клетках. Понимаете, только природа, организм наш это знает. Организм наш разберёт до аминокислоты. А если не разберёт, беда. Гной, трупный яд, вот то, что самое мы говорим. Плюс слизь. Какие слизистые продукты, которые способствуют в организме образование слизи? Пищевого, так называемого, лейкоцитоза, не только мясо, разумеется. Это хлебобулочные макароны, варёные крахмалы. Какой можно сделать вывод? Первый. Мы белки не должны получать извне. Мы должны получать пищу, в которой есть аминокислоты. Из них организм построит белки. Какие нам надо? Второй вывод. Нам не нужно много белков, так называемых. Нам их нужно в десятки раз меньше, чем описано, так сказать, у товарищей. Потому что есть целые племена, народы, нации, так сказать, по религиозным, прочим убеждениям, людей, которые не едят этого. Мы же все симбиотические организмы. От простого муравья до нас с вами, да, мы симбиотические, у нас много разных видов бактерий. Некоторые из них родные нам. И мы живём в гармонии друг с другом. Но только они уничтожаются, они вытесняются, патогенные вот это, и она сильнее вот этой микрофлоры в кишечнике. Но как должно быть? И что работает? Но не у всех, к сожалению. Это вот какой уникальный процесс. Это выработка, синтез всех существующих аминокислот, запомните это, всех заменимых и всех незаменимых, и всех витаминов, включая любимые B12, наши симбиотические микрофлоры, как есть у всех живых, тем более высших организмов. Эти бактерии, которые знаете, где синтезируются? Инкубируются в инкубаторе, который называется аппендикс. Уникальный орган, который тоже мерзавцы и придурки, говорили, надо удалять, вырезать чуть ли не детям поголовно, чтобы потом проблемы не было, не понимая, почему он воспаляется. Не жрите мясо, так сказать, со всей этой гадостью, извините меня, да, за грубость. И не будет воспаляться. Они, поедая клетчатку живую растительную, кабачки, морковка, капуста, что хотите, живая, нетушёная, вот там как раз-то самая клетчатка, и перенстатика будет, так сказать, продвижение хорошо работать. Главное что? То, что этим бактериям симбиотическим пища будет, и они смогут синтезировать, поедая эту клетчатку, вам, родным, витамины и аминокислоты, как это в природе, и происходит даже у термита. У коровы это происходит в гигантских количествах. Кто-то скажет, мы не коровы, я скажу правильно, поэтому нам столько мышечной массы не надо, 50 литров молока нам не надо, поэтому, дорогие друзья, нам надо меньше по нашим затратам, поэтому природа нас сделала другими, и нам достаточны плоды, и небольшое их количество. То есть мы можем белки получить из пищи, аминокислоты, как вы уже поняли, нам нужны. Второе, синтезировать, и к этому надо стремиться, человеку надо будет очень мало еды, при том, что КПД усвоения пищи в разы, в десятки раз увеличит. И третье, то, что может быть кому-то вообще эзотерическим покажется, но это опять-таки доказал, например, вот тот же углев академик, что есть в толстом кишечнике, правда, в чистом, не зашлакованном, азотофиксирующие бактерии. Атомарный азот можно переводить в химические связи. Это третье. И ещё печень. Синтезирует белки. Это круговорот белка, понимаете? Он существует, и нам извне надо всего лишь 5% пополнения белка, существующего в нашем организме. Но насколько вот всё на самом деле просто и как мы в жизни усложнились и превратились в машины по переработке пищи. В природе всё очень просто. Да мы усложнили. Мы, люди.